здравствуйте дорогие друзья мы снова с вами встречаемся в русле нашего интереса к искусству дизайна к машинному искусству машинного искусства дизайна и сегодняшняя наша речь пойдет о том как искусство дизайна росло как она возникла как она развивалась и конечно же в этом же русле мы будем рассматривать с вами взаимное влияние искусство дизайна инженерии и видов классически сложившихся видов изобразитель искусства эпоха просвещения охватывает определенный период ну конечно же это период очень условный очень вау влия большое влияние в эту эпоху имели французские мыслители ученые звучат именно рене декарта даже например вот в русле интереса нашего к искусству дизайна напомню что система координат назван также в честь него имеет носят его имя а нас эта система координат интересует как попытка отразить какие-то искусственно созданные объекты или объекты природного мира на изобразительной плоскости еще очень интересно я застрю внимание на таком факте что в это же время была создана был создан такой труд франческо альгоротти который назывался который транслировал интерес женщин дам к науке то есть впервые наверное впервые в мире впервые в истории человечества дамы были приглашены к каким-то научным диспутом публичным беседам к изучению науки вспомним екатерину дашкову екатерина романа дашку со сподвижницу и друга екатерины второй которая была директором учебного заведения при этом высшего учебного заведения причем при этом сама екатерина вторая вспомните пожалуйста вела переписку с вольтером вот этот интерес интерес я застряю внимание на этот интерес дам женщин к науке потому что вспомните пожалуйста 1919 год мы будем говорить об этом позднее в результате ваймарской возникновение в аймарской республики 1919 году в результате революции в германии появляется такое учебное заведение самое знамите наверное в мире учебное заведение наряду с нашим вход и массам российских утром вас в футе ином это балхаус и вот именно в балхаузе впервые в 1919 году объявляется набор женщин девушек и это это является очень удивительным явлением для 20 века здесь мы видим 18 век мы видим эпоху просвещения и дамы участвует в изучении науки это очень удивительный факт ну конечно же необходимо обратить внимание считаю да на такое такого изобретателя конструктора как дэни папен вот именно для эпохи станков машины пара очень важно это имя потому что им был создан вот один из первых один из первых таких одно из первых устройств которые представлял собой котел для нагревания в нем воды и вот это паровой этот котел использовался для как правая машина в насосах подкачивание воды обратите внимание что в эту же эпоху как раз рассматриваем нами деятельность госпар монжа госпар монж это граф депилюс это человек который геометр математика который создал систему такой метод отображения объемного предмета проецирую лучами прямоугольного прибыль прямоугольным проецированием проецирую лучами на плоскости которые на назвал горизонтальная плоскость фронтальная плоскость и профильная плоскость вот этот система называемые пюр вот эта система гаспар монжа легла в основу создание изображений которые можно считать унифицированными потому что представьте себе во всем мире употребляется одна и та же система координат одна и та же система размеров одна и та же система для передачи объемных объектов объемных предметов на для изображения их на изобрательной плоскости это был огромный шаг который был необходим выполнить для того чтобы тиражировать машины изготавливать станки потому что станки необходимо было изготавливать точно их надо было тиражировать вот это тиражируемые иск тиражируемые искусства которые можно повторять многократно и является одним из показателей одним из явных одной одной из явных характеристик искусства дизайна машину искусства дизайна потому что вспомните все виды избрать искусства создают свои продукты которые можно выполнить в одной реплики в двух репликах но обычно они выполнены бывают в одном экземпляре потому что даже выполнены эти вот реплики повторения никогда не бывают идеально похожими на первоначальный объект вот этот вот феномен и особенность искусство дизайна заключается в том что объекты созданные в этом искусстве объекты дизайна продукты дизайна они тиражируются многократно тиражируются и они бывают абсолютно идентичны своему прототипу то есть тому первоначальному образцу которому они следуют вот в этом же русле очень интересно творчество и деятельность джаза и вы джута или иногда его называют вы ждут это английский технолог это дизайнер это стопроцентный дизайн предприниматель человек который стоял у истоков был пионером создания прототипа и повторения этих копий то есть если бы эти его продукты созданные им были бы изготовлены в одном экземпляре мы отнесли бы эти продукты к декоративно прикладному искусству дп и а здесь мы видим другое он разделял не только скажем так этапы операции по созданию своих продуктов для создания образцов он разделял своих рабочих ремесленников по мастерским тонн то есть он разделяла абсолютно операции такие значит получать технологические карты и разделял вообще по объектам которые тиражировались еще интересный момент нужно отметить что вы джут он еще стоял у истоков таких пиар-компаний вот очень такой интересный человек в русле рекламы и благодаря этому всему благодаря названному ранее он как раз был очень обеспеченным человеком одни из богатейших людей англии что он сделал он позиционировал себя как королевский кончак как человек который создает продукты для королей для королевских домов например в это же время было очень в эту эпоху была очень интересная такая ваза которую назвали портлиндской по имени владельца и эту вазу конечно же хотели видеть многие 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 англичане и не только богатые люди но и люди со средним достатком что сделает вот он сделал копию этой вазы он ее максимально точно об этом пишет рейнольдс художник рейнольдс есть упоминание об этом он очень деликатно и максимально точно передал ее размеры и и цвет он передал ее рельеф почему-то рельеф выполнялся отдельно то есть были операции по наклеивание рельефа по операции была была по обжигу этого изделия в печи то есть все операции были срок регламентированы и благодаря этому продукт получался очень высокого качества потому что каждый мастер я вот чуть раньше сказал слово ремесленник вот здесь очень интересное здесь интересный момент перехода от ремесленного производства к искусству дизайна и вот это вот такая переломная такая грань переломный момент и этих мастеров можно создавать одновременно и мастерами уже современного искусства дизайна и время можно назвать ремесленниками потому что здесь видны и зачатки искусства дизайна но еще не искоренены полностью моменты ремесленного производства так вот вазы эти он изготавливал для королевских особ например такие знаменитые его продукты как вот здесь вот мы видим на картиночке сервис зеленой лягушкой но это название такое немножко такое скажем так обывательское такое название при приклеилась к этому сервизу на самом деле конечно же сервиз был создан для екатерины второй по заказу катера второй и что сделать вот он выставку создал выставку одного этого сервиза и показал и рекламировал его и транслировал идеи что он работает с королевскими особами с венциносными особами и поэтому интерес к его продуктам был очень высок и он мог их изготавливать тиражируя эти продукты по вот этим копиям да сделанным как прототипом и тиражировать их он мог уже для средних слоев населения то есть почти каждый житель великобритании мог купить имея определенные средства мог купить этот эти сервизы которые предназначались по словам вейсфута для особ венциносных ну конечно же в это время такое знаете икона икона дизайна и 100 иконы истории дизайна это конечно же знаменитая прялка прялка и называют прялка дженни это в кавычках конечно такая такой разговорный немножко термин заметая предельная машина харгривса джеймса харгривса который является два не только иконой дизайна но она является еще иконой и к таким вот такой веха и такой таким маяком который возвестил о начале промышленной эпохи начале промышленной промышленной революции ну есть очень много легенд как это была создана прялка одна из легенд такая что джеймс харгривс был ткачом а его супруга она правила пряжу и она не успевала за ним то есть вот необходимо было ускорить этот процесс и пробегавшие дочка вот есть такая легенда не знаю насколько она правдива надо как такая красивая легенда что дочка этого джеймса харгривса пробегая уронила ткацкий станок вот этот предельный предельный станок определиться лог был такой очень простой и колесо вар продолжал вращаться упал упав на на пол колесо правы продолжал вращаться и прялка работала уже приди вот эти вот веретены стояли вертикально поток то есть это возможно был такой толчок и как легенда говорит что он назвал ее эту прялку дженни в честь машину в честь своей дочери а при этом источники другие говорят о том что не дочка не дочери его этого джеймса харгривса не жена это имени носили таким образом очень интересная история такая немножко загадочная но более неприятной истории происходило позднее машина была создана она заменила труд примерно пяти четырех считается рабочих и рабочие этой округе где он проживал были довольны этим потому что машина освобождала руки рабочих рабочих такое количество рабочих было не нужно были погромы как считается да были погромы были были угрозы в адрес харгривса и что привело к тому что он при переехал другое место основал фабрику причем там работали эти машины которые он запатентовал и уже ближайшее время где-то примерно 1800 годам считается что машин были было тысячи причем они работали и в германии и во франции других странах европы конечно же иконой этой эпохи иконы дизайна а этих людей можно назвать смело дизайнерами вот эти машины это как раз предмет это мое мнение это предмет предмета продукты дизайна и и они сами они еще красивые благодаря своей функциональности они уже они несут транслируют эстетику я об этом часто пишу что это транслируется если машина эстетика и с этими машинами не обход не нет необходимости проводить какие-то украшательные работы они обладают своей эстетикой эта эстетика уже существует изначально и об этом пишу своих статьях я пишу об этом своих учебных пособиях вот и заменитые машина джеймса уата в честь него названной мощность единицы мощности да это человек который создал машину которая становится универсальной вся заслуга особенный заслуга это человека в том что эта машина уже не просто является от машины которые качает воду которые выполняют функции насоса эта машина которую можно применить в транспорте эта машина которую можно применить в любом в любой области промышленной и вот эта вот универсальность вот этот тиражируемость и есть тот символ дизайна и машинного искусства дизайна о котором мы сегодня говорим ну конечно же еще такие интересные люди как например андрей константинов на артов как нижегородский архимед как нижегородский архимед кулибин эти имена стали нарицательными например если говорить об андрей константинов на артове то меня особенно заинтересовали его станки механизированные станки которые копировали рельефы которые копировали какие-то прототипы причем это был настолько гениальный человек что он был под прямым патронажем скажем так руководством петра первого он работал и давались ему задание например для создания ворот шлюзов и другие то есть он был такой человек универсал это был инженер подобный скажем так и художником инженером архитектором творческим людям эпохи возрождения кулибин с кулибином история очень интересная есть сведения о том что он ждал приезда екатерины второй но это наверное неправильные сведения потому что ждать 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 приезда екатерины второй в нижний новгород и создавать часы знаменитые до часы в форме яйца это немножко но неправильно потому что создавал эти часы около трех лет и скорее всего насколько я понимаю был определенный такой богатый человек который спонсировал который оплачивал эти расходы до по созданию этого продукта а затем они вместе с кулибином поехали навстречу к екатерине второй и преподнесли этот подарок причем мое мнение что вот эти часы это по сути почему у нас почему мы относим это к дизайну вроде бы казалось бы здесь слились ювелирное искусство да здесь ли создание часов из декоративно прикладной искусства но почему я отнес этот к истории дизайна почему я считаю что это стопроцентный дизайн потому что это предвознительник тех самых аппаратов мультимедийных аппаратов которые мы сейчас пользуемся часы не только показывали время часы не только были укро предметом украшения они еще транслировали такой маленький спектакль открывалась дверца каждый час и создавал транслировалось такое театральное действие сопровождаемые музыкой то есть здесь получается как бы синтез вот все характерно для искусства дизайна искусство машины искусство дизайна синтезирует известные все известные исторически сложившиеся виды изобразительного искусства и депо и декоративно-прикладного искусства она впитывает а потом подчиняет себя в своих продуктах все эти виды здесь конечно слились и искусство театра и искусство музыки это иску ювелирное искусство декоративно-прикладное искусство как деталь украшения костюма и так далее и тому подобное заметил мост однопролетный до арочный мост был создан его макет это один из первых образцов создания макета такого грандиозного сооружения наверное в мире этот макет был создан и он прошел успешные испытания но не был применен он был создан почти по идее кулибина как мост через реку него а остался таким немножко знаете такой забавной такой игрушкой потому что он украшал сад и остался таким прототипом но нужно сказать что кулибина очень ценила и к территории он был назначен руководителем мастерской ремесленной такой механической мастерской при академии наук знаменитая его самокатка это такая телега или карета которая можно который можно отнести и к велосипеду но одновременно ее можно отнести и к автомобилю почему потому что элементы которые используются на картинке вы видите сейчас элементы которые используются этой самокатки кулибина самоходной самодвижущейсяся карете как и называли они относятся уже и к автомобилю и используются в современном автомобиле стоял сзади на сзади за креслом человек в кресле сидел аристократ который катался и получал наслаждение а сзади стоял человек который вставлял ноги такие своеобразные следы такие вот своеобразные виде такой обувки ну скажем так в кавычку конечно обувка он вставлял многие педали и нажимая на педали он мог раскручивал колесо мог иногда отдыхать то есть она двигалась за счет того что набирались вот эти вот обороты и колета колета двигалась со скоростью довольно приличный было такой очень интересно забавной игрушкой для аристократии конечно же в истории дизайна и историю науки историю науки и техники пошел и конечно же николь шозеф кюньо это военный инженер который создал вот эту вот телегу кюньо но на такого в кавычках называется телега в кюньо она была создана для переноски тяжелых стволов артиллерийских стволов это было было направление военного оборонного характера правая машина оснащена была тремя колесами рама была из дуба вес его был неимоверно тяжелый была малая телега кюньо затем была создана большая телега кюньо и двигался за скоростью 2-4 километра в час при этом вот этот продукт является сто процентом образцов дизайна при этом его не нужно было украшать он был сам по себе прекрасен и восхитительно особенно для своего времени сейчас мы сейчас мы смотрим на это транспортное средство немножко снисходительные с юмором то в свое время это средство было было встречено с огромным восторгом удивлением и даже немножко ужасом потому что это было какое-то такое механическое чудовище аэростатическая машина созданное братьями мангольфье и также имеет и название подала вот и фамилия этих авторов да 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 дало название подобным воздушным шарам которых за которые называют манга фирме эти изобретатели конструкторы дизайнеры работали очень долгое время над этой машиной одному из них было на самом деле создание по 38 лет другому около 42 и интерес был огромный опять венциносных особ король людовик шестнадцатый за создание этой машины аэростатической дает дворянский титул отцу этих изобретателей но сам наблюдает за полетом этого шара причем для того чтобы запустить этот шар и чтобы засвидетельствовать происходящее были собраны люди главы наверное города и она не где это происходило затем это происходило в версале быстро дошло до парижа и был огромный интерес к этой аэростатической машины обратите внимание что она украшена это последний модель была создана который хранится с в ле бурже была создана из тавта вот эта ткань шелковистая такая блестящая синего цвета обратите внимание она украшена этот шар украшен вензелями королевская особая здесь есть такие изображения солнца в которых портрет предполагаем такой портрет Людовика XVI и конечно же аэростатическая машина украшена и знаками зодиака этот полет он действительно шаг на пути покорения человеком воздушного пространства и космоса символом символом этой эпохи является чугун вот если сталь бетон стекло это символы эпохи все эпохи модернизма то вот для этой эпохи характерная именно выплавка чугуна в промышленных масштабах революции в области выплавки чугуна и то что привело в дальнейшем созданию фабрик FIR привело в дальнейшем к тому что происходил отток деревенского населения в город потому что производство находилось в городах при городах и население городское росло и это приведет дальнейшем к очень-очень-очень мощным переменам в социальной культурной художественной жизни все всего человечества а для нас интереса интересен котелок созданный абрахам дарби первым или старшим в 1709 году но смотрите какая интересная ситуация это была семья это потомственной сталевары причем их знаменитых знаменитых авторов 3 абрахам дерби 1 2 3 при этом портретов 1 2 абрахам дерби 1 2 не сохранилось там была какая-то интересная история связанная с их с их от определенными установками на то можно ли передавать из портреты черты человека они были квакерами они в интересе они были предпринимателями и вот этот вот знаменитый котелок как приготовление пищи он был смотрите у него у ручки специальное устройство чтобы можно было подвесить на такой шест до в очаге у него ты всего лишь три полосочки которые его украшают но при этом не в этом не в этих полосочках весь смысл этого продукта дизайна а самое главное я считаю это то что этот котелок тиражировали многократно и он стал символом эпохи который создает чугун и промышленными масштабами создает котлы подобные этому утюги каменные принадлежности и так далее и тому подобное вот это я считаю важной особенностью почему мы относим вот этот объект и считаем его культовым объектом истории дизайна в это же время очень интересная ситуация река север вот этот область оказалась таким центром промышленном и удивительным в плане новшеств в науке техники дизайне мост соединял предприятия абрахама дарби и у него же работал ричард рейнольдс партнерами были и с другой стороны моста находилась предприятие джона винкельсона вот самое удивительное то что джон винкельсон использовал своем предприятии машины паровые машины в работе сверлильных устройств подачи воздуха в подачи воды а с другой стороны моста было предприятие где ричард рейнольдс партнер абрахама дарби устроил рельсы и по ним на конной тяге перевозил грузы вот вдумайтесь сами в конце 19 начало 20 века будут строиться высотные сооружения эти высотки был 21 веке тоже и в этом эти все высотки будут устроиться с помощью кранов и очень часто эти краны на строительной площадке будут перемещаться по рельсу вот вдумайтесь сами вот этот мост расположен горизонтально но если вы представьте себе что этот металлический каркас станет в основу здания а это произойдет подобные каркасы с использование чугуна сначала и только потом это будет сталь вот это этот этот мост через реку север я считаю прообразом тех каркасов тех зданий которые будут использовать каркас металлический каркас этот мост еще можно рассматривать как продукт который можно очень точно тиражировать таких мостов можно было построить по этому образцу как представить себе из его как прототип натуральный размер созданный и тогда можно было его тиражировать по всему миру обратите внимание красота этого моста создается сама материала вот условно-изобразный язык условный созидательный язык устромный конструкторский язык и об этом часто пишу он основывается на материале так вот этот материал из которого создан этот мост уже диктовал его форму и диктовал его конструкцию хотя вот очень интересный факт здесь можно отметить что этот мост еще опирался на деревянные изделия деревянные продукты да и опирался еще на каменное строение вот кленовидные элементы этого модуль этого моста транслирует нас делегирует нас каменному строительству который был намного дороже и намного трубу более трудоемки на 100 намного более длительно по времени создания а например некоторые элементы там шип ласточкин ласточкин хвост вот эти пазы делегирует нас чему правильно деревянным постройкам которые были в это время в корабле строение вот заметьте корабле строение очень часто является таким наукоемким и таким как бы передовым производством и она часто дает свои образцы создает является передовым для того чтобы его повторяли конечно же не нужно думать о том что не происходило что-то такое же например передовое и интересное в других странах мира нельзя только говорить о том что до англия это была впереди промышленного один одним из локомотивов промышленного производства один из локомотивов промышленной эволюции но очень интересные вещи происходили например в россии вот изобретение иван иванович позунова этот машина которая работала на предприятие курировалась екатерина второй на это выделялись огромные суммы денег то есть это это был проект который был интересен на самых верхах российской империи машина блага огромная она была с трехэтажный дом она действовала она успешно действовал было отлита по моему в более 9000 тонн руды отлитая металла из изготовлены из руды я могу немножко ошибиться машина это действовало он не дожил нескольких дней до испытания продолжали работу его ученики машина были протечки поломки и машина была успешна как очень многое в российской империи забыто так же как вот я не отметил что очень многие изобретения которые создал наш например кулибин да и это же самый наш нижегородский архимед очень жалко что они не пошли в производство промышленное производство и дальше и не развивались очень нужно отметить имя кузьмы фролова кузьма козьму его пишут иногда кузьма иногда казьма дмитрий фролов российский изобретатель который создал машины для добычи золота причем вот обратить внимание опять происходит ситуация производство удешевляется количество рабочих насколько я помню уменьшалась на одну треть то есть две трети рабочих или одна треть рабочих была уже необходимо сокращение рабочих удешевление производства и качество работы вот построенный им на приисках на зла добычи при добыче золото построенные машина была оригинальной была удивительно функциональной и приносила рентабельность производству необходимо отметить что в эту эпоху рассматриваем нами огромный интерес происходит к искусству древнего мира искусство античности вот мне хотелось бы обратить меня ваше внимание на взаимосвязь изобразительного искусства видов изобретательного искусства кратенько очень кратенько и развитие науки техники развитие дизайна конечно на интерес к искусству египта будет спровоцирован походом наполеонским походом есть такие интересные факты когда он говорил при опасности ученые ослы середину он никоим образом не унижал ученых и никоим образом не сравнивался с ослами наоборот ослы и ученые для него были самым драгоценным в его походе и он их берег несказанно обратите внимание 1798 год создается институт египта декенси такой был критик антон крестом как мир как мир декенси это был критик это был художный такой деятель это был ученый который совершил поездку кстати вот говоря я мы в дальнейшем будем говорить об этом художники с художником давидом французским художником они совершали путешествие по италии вот это эта эпоха это еще огромный интерес к искусству древнего мира изучение искусства этого древнего мира приводит к тому что приходит понимание что искусство было не монохромным она была декоративным она декорировалась цветом вспомните о том что в эту эпоху существовал мнение о том что искусство варварских ородов как называли в то время европейцы просвещенные она цветное красочная искусство древней греции древнего рима подавалась как монохромные лишенные декора и вот именно в это время в сороковые годы восемнадцатого века до происходит открытие о которых не хотелось бы рассказать например теоретик дизайн архитектор готфрид земпер опубликовал труды в которых он утверждал что искусство было декоративным цветным искусство античности были сообщения об этом о том что например при извлечении памятников они зафиксированы были в научной литературе а то что при извлечении памятников объектов античности земли на глазах у археологов на глазах у исследователей осыпалась с поверхности этих предметов краска но вот эта художественная общественность того времени интеллигенция она старалась замолчать эти факты и потому что для по их мнению цвет являлся как я еще раз говорил да повторю еще раз являлся образцом искусства народов варварских а древние греции по их мнению это уже сложилось помните античные античные элементы элементы античного ордера ордера которые используются в постройках на классицизма они были такие желтые стены белые колонны белой скульптуры это считалось традиционным принятым и любые попытки это изменить наталкивались на неприятие вот заметный такой скульптор джон гибсон я привожу пример его декорированный так называемый в кавычках декорированный или окрашенной венеры которого создал в 1851-56 году я привожу пример как попытки достучаться до художественной общественности да да научной общественности и скажу что отношение к этим к этим скульптурам к его созданным джоном гибсоном было негативным часто негативно было и были и было двоякое отношение было дуалистичной было и были похвалы былые отношения неполное неприятие вплоть до скандала но я мое мнение такое время прошло и вот можно сравнить да со знаменитой работой ранее раннего раннего периода ахаичного периода раннего периода древней греции это возничий знаменитый скульптура дельфийский возничий вот обратите внимание дельфийский возничий декорирован очень деликатно повязкой посеребренный или серебряный посеребренный скорее сюда и медные вставочки медные пластинки медными медь использована при изображении создание губ не изображение конструирование губ медь использована при создании ресниц но это сделано очень деликатно очень со вкусом скульптур ни в коем случае не создает иллюзию вот обратить внимание у гибсон это иллюзия это попытка иллюзорности но это мое мнение она объяснить абсолютно субъективная я считаю что древняя греческая скульптура вот пример особенно для ливийских возничий это очень высокая классика это высочайшее искусство мировое которое поражает своим обобщением вот я подчеркиваю слово обобщение высокая высокий уровень художественного художественной трансформации образности здесь просто медь символизирует бронза медь символизирует мужское загорелое тело вот в работе гибсона есть другая ситуация здесь немножко он впадает в иллюзорность и попытку создания иллюзии человеческого кожи человеческого тела но это мое мнение вот обратите внимание храм валхалы и работу лоуренса альматадема вот это эти работы эти архитектурные сооружения и эти живописные сооружения транслируют именно интерес огромный интерес к декору декорированию скульптур и архитектуры античности например древнего древней греции и древнего рима вот я вспомните пожалуйста мы говорили сегодня о работах научных трудах готфрида зэмпера вот именно готфрида зэмпер обнаружил и зафиксировал и зафиксировал в твоих трудах декоративную окраску колонны трояна рельефа колонны трояна то есть таким образом наушно было зафиксировано и отвертеться от этого факта уже было невозможно декор проникает в скульптуру декор проникает цвет проникает в архитектуру об этом мы будем говорить позднее мое мнение это влияние в дальнейшем окажется очень сильное и на модерн на возникновение модерна конец 19 в начало 20 века и конечно же арт-деко это будет это будет это вот те шаги которые повлияют на искусство которое оторвется от одежд от античных одежд одежда конец слова в кавычках и будет пересмотрен вообще взгляд на центр культуры европейской культуры и мировой культуры эпоху классицизма можно разделить на этапы вот ранний этап это конечно творчество николая пуссена это еще сильные в это время традиции барокко башня традиции а человек который дружит с математиками поэтами инсультуал самый настоящий художник интеллектуал художника которого вот действительно этого человека можно назвать художником королей королевским художником интеллектуалом этот человек закладывает основы в живописи заклада основы классицизма живописи и обратите внимание вот эта картина очень интересная обыватель часто и многие искусствоведы почему-то ну я даже в этом убеждался неоднократно как-то снисходительно немножко без пиетет относится к этому продукту к этому к этому продукту избрать искусства которые я рассматриваю в русле дизайна они говорят ну их не поражает здесь нет эффектов живописи здесь нет каких-то бравурных каких-то фантастических красиво и здесь нет красивости здесь красота высочайшего уровня мирового уровня логика логика построения конструкции каркас вот на этом на этой картине можно изучать архитектонику то есть эта картина представляется это не только я говорю это писали очень интересные исследователи художники об этом говорят часто художники вообще в разговорах очень много говорят такого что нельзя прочитать в книгах умных художники вообще считают что эта картина на этой на основе картины можно изучать она построена как здание как прекрасный как прекрасный идеальный дом вот я очень часто люблю изучать работы многих живописцев которых я отношу к художникам интеллектуалам об этом я пишу своих пособиях пособиях учебных и статьях я анализирую эти работы с позиции конструкции с позиции архитектоники вот эти треугольный круг и квадрат которые заложены в картину и конечно же вот это слово золотое сечение но немножко себя дискредитировала но конечно же за слово золотое сечение немножечко стало каким-то своеобразным мемом в нашу современную эпоху и уже ну негативным каким-то термином обратите внимание живописная работа пабло пикассо девочка на шаре транслирует нам те же самые треугольник круг и квадрат которые мы видим в работах никола пуссена леонардо да винчи и именно это показывает на показывает не только это и восхищение этими художниками и жены делу кура пиетет вот пабло пикассо говорит о том как они интересовались и изучали искусство античности искусство эпохи возрождения